Где взять крем для лица, который зимой защитит кожу от мороза быстро, эффективно, причем недорого? Ответ – сделать такой крем дома, своими руками. Как именно подскажет Олечка Метельская. Здравствуй, Ольга. Здравствуй, Ольга. Вот уж действительно зима, и не хочешь, а подвергаешь кожу лица такому испытанию, как мороз. От этого оно страдает. Мы постояли на остановочке, подождали транспорт, лицо у нас уже обветрилось. Плюс, если мы делаем пересадочки несколько раз, получается у нас двойной эффект от морожения. Приходим в теплое помещение, и у нас в результате кожа шелушится, краснеет. Чем будем спасаться? Мы возьмем все то, что находится у нас в холодильнике, и сделаем взбитый крем. Ну, когда я слышу словосочетание «взбитый крем», я себе пирожное представляю, честно говоря. Что-то будет похоже, потому что одним из ингредиентов будет сметана. Но мы и раньше сметану использовали, при этом, насколько я помню, взбитый крем еще никогда не готовили. Этот крем, взбитый, со сметаной, отличается от всех тех кремов, которые мы раньше готовили? Конечно, отличается. Во-первых, он легче по текстуре, где-то напоминает по текстуре магазинные кремы, и, ко всему прочему, он достаточно дешев. А как, если сравнить с ценой магазинного крема? Крем, который мы рекомендуем для ухода за кожей в зимний период, где-то за 40 мл идет аптечная цена 130 гривен. Ого, действительно. А наш крем во сколько нам обойдется? Одна такая вот порция в 40 мл, но мы будем готовить поменьше, потому что у нас все натуральные компоненты долго стоять не может. Мы должны его хранить в холодильнике не более 4 дней. Нам обойдутся до 10 гривен. О, какая прелесть. Давай начнем. Итак, мы возьмем пчелиный воск, поставим его на паровую баню. Для одной порции крема нам понадобится всего лишь пол чайной ложечки. Он уже измельчен, натерт на терочке. Да. Если у нас он кусочками, тоже ничего страшного в этом нет, просто мы плавить будем немножечко дольше. А почему так мало мы воска кладем? Он же все-таки хорош. Воска, как загустителя, не более 5%. Иначе наш крем получится достаточно жирный, и мы будем его тогда использовать для огрубевших частей кожи. Я поняла. У нас очень быстро происходит процесс плавления. А пока он происходит, этот процесс, расскажи, откуда у тебя идея приготовления именно такого взбитого крема. Впервые я его приготовила в феврале 97-го года. О, как ты точно помнишь. Я это помню очень хорошо, потому что как раз я была на пятом месяце беременности. Мы с мужем пошли к родственникам в Вишневое, это где-то 3 километра от Киева, от окружной дороги, в гости. А в 97-м году в Вишневое это было очень-очень далеко. Если сейчас там маршрутки ходят каждые 3-4 минуты, и выбраться вообще не составляет никакой проблемы, то тогда это была действительно проблема. В 9 часов вечера был последний автобус, и все. А дальше 3-4 километра идем в Киев пешком. Погода была замечательная, светлая ночь, был легкий снежок. Это февраль месяц, замечательная погода. Ну, когда пришли домой, я обнаружила, что кожу-то я и обветрила. Ночных аптек тогда не было. Понятия ночной супермаркет не существовало. Соответственно, я открыла холодильник и начала выдумывать, чтобы себе такое сделать. В результате получился интересный крем, который делается очень легко и просто. Итак, мы расплавили уже воск. Как быстро помог тебе этот крем? К утру покраснение у меня ушло. Легкое шелушение, к сожалению, после обморожения осталось. Но оно прошло очень легко. Растопился воск. Пришло время следующих ингредиентов. Что еще будет в этом прекрасном взбитом креме? Мы берем по пол чайной ложки масла авокадо и масла миндаля. Масло авокадо уникально тем, что по своему составу его жиры очень похожи на состав жиров кожи человека. Как интересно. Масло авокадо помогает нам справляться с дерматитами. Она помогает регенерировать, восстанавливать кожу. А нам нужно всего лишь пол чайной ложечки, то есть 3 миллилитра. Следующее, что мы берем, это масло миндаля. Помогает нам регенерировать кожу, увлажнять кожу. Интересно тем, что подходит и для комбинированной кожи и нормализует процессы салоотделения. Этот крем мы можем наносить и на шею. Пол чайной ложечки. Перемешиваем. У нас сразу получилась однородная масса. Мы снимаем наши масла с паровой бани. Нам надо, чтобы масла немножко загустели. Дело в том, что если мы в остальные ингредиенты будем вливать что-то горячее, то они свернутся. И пока масла вместе с воском остывают, я предлагаю разогреться, потому что кофе это напиток, который дарит и бодрость, и отличное настроение. Угощайте, пожалуйста. Спасибо большое. Нескафе. Первое правило утра. И продолжаем делать наш крем. Берем отдельную емкость, и нам понадобится чайная ложка сметаны с горочкой. Все натуральное, все то, что подходит большинству людей, то, что не вызывает аллергических реакций. И следующее, что мы берем, это обязательные отвары трав. В этот крем я выбрал отвар крапивы. Крапива сама по себе увлажняет, тоже питает, и очень хорошо она влияет на кровеносные сосуды. Многие косметические линии используют именно крапиву в зимних кремах. Какова концентрация этого отвара крапивы? Как его приготовить? Мы берем чайную ложку сухой крапивы, заливаем кипятком примерно 1 четвертая стакана, то есть вот 50 миллилитров, накрываем крышечкой и ждем примерно 15-20 минут, после чего мы процеживаем, и у нас получается уже остывший отвар крапивы. Следующее, что мы делаем, это нам нужно тщательно перемешать. Мы вводим сметану в состав этого крема и достаточное количество масел. Не означает ли это, что для жирной кожи такой зимний крем не подойдет? Нет, не означает, потому что масла мы подобрали действительно те, что мы можем использовать в случае с более жирной кожей. А сметаны тут небольшое количество. Ну и сметана никогда плохо не влияла на жирную кожу. Да, да. В нашу основу мы вводим эфирные масла и витамины. Для нашего крема я выбрала витамин Е. Это работа с нашими сосудами. Мы берем всего лишь две капельки витамина Е. Такое небольшое количество? Да. Дело в том, что если мы возьмем в крем больше, то получится совершенно обратная реакция. И витамин А, который тоже нам помогает, две капельки. Это и является суточная доза, которую мы должны получить дополнительно. А все остальное мы получаем из продуктов питания. Следующее, что мы делаем, мы добавляем эфирное масло лаванды. Всего лишь три капельки. А оно за что отвечает в нашем креме? Это восстановление кожи, молодость. Это профилактика наших морщинок. Мы все смешиваем. И у нас получается такая вот интересная основа. Если бы мы отдельно вводили воск, то воск бы пошел у нас комочками. Ничего бы у нас не получилось. И пока наша густая основа совсем не стала единым комочком, мы добавляем это в крем. В смесь сметаны и крапивы. И взбиваем до однородной массы. А, вот откуда название взбитый крем. Ну, ты используешь косметический венчик, как настоящий профессионал. Но, естественно, он не у всех есть. Венчики, которым мы взбиваем, что-то на кухне тоже подойдет. Для того, чтобы, когда наш крем даже будет стоять пару дней, не пошла отслоечка, мы добавляем немножечко пищевого желатина. Мы его сейчас не запариваем. Мы берем его в гранулах на кончике ложечки. Мы его сюда всыпаем. Лишняя влага уйдет на желатин. И когда он постоит 7-8 часов, мы увидим достаточно большие гранулы. Но они будут мягкими и будут очень легко впитываться в кожу. А для кожи это хорошо? Желатин – это наш природный коллаген. Крем помогает нашей коже оставаться упругой, эластичной. И учитывая то, что у нас при зимних морозах уже был поврежден верхний слой кожи, он его сглаживает и делает более ровным. Вот мы и взбили крем. Получилась однородная масса. Пахнет он у нас лавандой. Если мы по каким-то причинам не переносим лаванду, мы можем заменить любимым эфирным маслом. Эти масла не должны раздражать кожу. Наносится крем очень легко. И буквально за 10-15 секунд полностью все у нас ушло. За 10-15 секунд. Это ты сказала, Олечка? Значит, этот крем, если правильно его нанести на лицо, проблемное зимой, то он быстро впитается, не оставит жирного следа. И сразу даст эффект – кожа будет увлажненной, мягкой, эластичной. Абсолютно верно. А я предлагаю это тут же и проверить, раз уж ты настолько уверена в результате действия своего крема. Уговорила? Давай посмотрим. Кто хочет поучаствовать в эксперименте и проверить на себе эффективности действия крема зимнего для кожи? Так, отлично. А кто сегодня пришел без макияжа? Меньше немножко девушек. Выбирай из желающих, Олечка. Давайте вот из первого ряда девушки прошу. Здравствуйте. Присоединяйтесь к нам. А как вас зовут? Елена. Очень приятно познакомиться, Елена. Как ваша кожа переносит мороз? Есть проблемы зимой? Да, конечно. Прихожу на работу, а кожа обветренная, красная. А вы пробовали же какими-то кремами спасаться уже? Да, конечно, пробовала. Но остается жирный блеск, и лицо неопрятно выглядит. Ну да, не очень-то приятно блестеть на морозе. Присаживайтесь. Перед тем, как наносим крем, сначала очищаем кожу лица. Берем очищающее средство по массажным линиям, естественно. За какое время до выхода на улицу, на свежий морозный воздух, можно осуществлять эту процедуру? Так, следующее мы промакиваем кожу. То есть не должна она быть сильно влажной. Где-то я начинаю делать свой макияж за полчаса. Крем впитывается достаточно быстро, то есть уже минутки через две, через три мы можем приступать к нанесению декоративной косметики. Ну а потом еще хотя бы там с полчасика придется покрутиться по квартире. То есть за полчаса до выхода на морозный воздух. Мы берем наш крем. Секундочку. Раз речь зашла о считанных секундах, за которые крем впитается при правильном нанесении, то я тогда позволю себе использовать секундомер. Надо же надеть. И не забыла. Я готова. Мы аккуратно наносим крем. И начинается наш эксперимент. Время пошло. Да, еще даже мы не закончили нанесение. Как ощущения, Елена? Идеально. Сразу? Да. Может быть это от волшебных пальчиков Олечки Метельской? А тем временем 15 секунд прошло. Оля, у Лены какой тип кожи? У нее как раз комбинированный тип кожи. А этот крем для всех типов кожи подойдет? Да, потому что мы как раз использовали все ингредиенты, которые являются у нас универсальными. Я, откровенно говоря, поражена результатом. 15 секунд назад на лицо Леночки нанесли крем, в котором есть и сметана, и разнообразные масла. А теперь он практически полностью впитался, и личико такое свеженькое, как яблочко. Как ощущения, Елена? Ощущения стянутости нет. Прошла вот эта сухость, от которой Лена на коже страдала. Я очень рада, что Лене помогло. Для приготовления зимнего взбитого крема нам понадобится пчелиный воск, который мы растапливаем на паровой бане. Масло авокадо и масло миндаля, которое мы добавляем к пчелиному воску, тщательно перемешиваем и снимаем с паровой бани. Даем остыть до комнатной температуры. После чего вливаем несколько капелек витамина А, витамина Е и эфирного масла лаванды. В соседней чашечке мы смешиваем сметану, добавляем туда горячий настой крапивы, перемешиваем. Пока наша основа масла не загустела, вливаем ее в основу сметаны, тщательно взбиваем. После чего добавляем немножечко желатина на кончике чайной ложки и еще раз перемешиваем. Наш крем готов. Итак, быстро, эффективно, легко в приготовлении, и все это о взбитом креме, который вы прямо сейчас можете приготовить для себя дома. Спасибо огромное, Ленчик. Привет, Ютуб! Каждый из нас мечтает подольше сохранить молодость и красоту кожи. Поэтому подписывайся на наш канал, и я с удовольствием поделюсь с тобой рецептами для молодости, красоты и здоровья кожи. Спасибо. 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 Спасибо.